МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. Компания ИКАР заявила о намерении выйти на магаданский рынок авиаперевозок. Идет расчет нового маршрута Жуковский-Магадан-Жуковский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подородная энергетика привлекает японских инвесторов. Второе дыхание получил проект, который отразится на социально-экономической обстановке региона в целом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблемы малого бизнеса вывели налобное место. Главная цель – поднять долю малого и среднего предпринимательства, блокируя трудности и барьеры. Корпорация отбирает. Об этом и многом другом за 15 минут. Компания ИКАР летит на Колыму. Авиаперевозчик заявила о намерении выйти на магаданский рынок после совещания представителей регионального правительства и Министерства транспорта России. Колыме необходимы шесть дополнительных рейсов в неделю в направлении Магадан-Москва-Магадан. Планируется, что решением проблемы станет новый маршрут Жуковский-Магадан-Жуковский. Сегодня аэропорт Магадан буквально немедленно начнет проработку этой договоренности с тем, чтобы частоты, которые заранее были зарезервированы для выполнения этих рейсов, авиакомпания могла использовать и зайти. Окончательное решение примут в течение недели на встрече представителей правительства Магаданской области и Министерства транспорта России. На московском направлении на глубину два месяца плоские билеты эконом-класса из Магадана, по данным сайта аэрофлот.ру, есть только на 13 и 22 июня, сообщает Общественная региональная палата. На остальные даты только бизнес-класс по цене от 48 до 74 тысяч рублей в одну сторону. В результате средний круговой тариф вырос до 73 тысяч 300 рублей. Это ценовой рекорд за весь период авиамониторинга общественников. При этом из Москвы в Магадан практически на все рейсы плоские билеты есть. Их цена 13 тысяч 200 рублей на Россию и 15 тысяч на аэрофлот. С 20 мая вводится дополнительный рейс, который будет выполнять маршрут в воскресенье, а с 4 июля по четвергам. На линию, по информации авиакомпании, выводят модификацию Боинга 777 с максимальной для этой марки самолетов вместительностью 450 пассажиров. Но и этого не хватает, чтобы удовлетворить спрос. Доступные плоские билеты из Магадана в Москву есть сейчас лишь с 23 июля и далее. Однако с августа практически нет плоских билетов из Москвы в Магадан. Представители японской компании «Хавасаки Хэви Индастрис» прибыли на Колыму. На встрече с губернатором Владимиром Печёным обсуждался проект строительства водородного завода. Стороны планируют производить сжиженный водород с дальнейшей транспортировкой в Японию. Рассматривается несколько вариантов расположения предприятия. На этом этапе один из самых перспективных – Магаданский морской торговый порт. Представители японской корпорации планируют встретиться с администрацией порта и обсудить технические детали с «Магадан Энерго» и только после этого оценить стоимость и экономическую эффективность стройки. Мы ещё изучим ситуацию. Строить завод на территории Японии – это одна вещь, а строить в Магаданской области – другая. Поэтому именно для этого мы соберём информацию. Если экономические расчёты подтвердят целесообразность, то завод может быть запущен в 2026 году. Технология сжижения водорода поможет повысить стране восходящего солнца производить экологически чистое топливо. Этот вид становится всё более популярным в Японии. Спрос на него с каждым годом растёт. Большие возможности малого бизнеса. В Магадане стартовал второй межрегиональный форум для предпринимателей. На него приехали специалисты с Урала и Дальнего Востока. Магаданский форум – единственная площадка в России, где малый бизнес может обсудить перспективы, возможности, проблемы, отмечают представители Министерства по развитию Дальнего Востока. В прошлом году госкорпорация малого и среднего бизнеса поддержала три проекта колымских предпринимателей в сфере общественного питания, строительства автомобильных дорог и других сферах. Они получили кредиты от 20 до 260 миллионов рублей. У корпорации МСП существуют определённые требования к этим проектам. Они должны, прежде всего, относиться к приоритетным проектам. И в соответствии с этими требованиями корпорация отбирает. Безусловно, здесь должны быть проекты рентабельным и интересен самому региону. И как минимум в соответствии с критериями, в соответствии с запросами корпораций МСП правильно подготовлен. Магаданский форум предпринимателей будет работать в библиотеке имени Пушкина до 17 мая включительно. Приглашают всех желающих. В программе – семинары, тренинги, мастер-классы. Гостям расскажут об ораторском искусстве, выгодных инвестициях в криптовалюту, новых тонкостях госзакупок, секретах привлечения финансирования в бизнес. У Магадана появится шестой город по Братим. Новые международные связи должны привлечь в Магадан современные технологии строительства частных домов. Велосипедисты открыли сезон. 60 километров колумбской трассы в этом году стали пилотными. Мобильный репортер попал в центр событий. Не растерялся, снял ролик, собрал информацию и заработал 100 рублей. У Магадана появится шестой город по Братим. Юрий Гришам примет участие в торжествах, посвященных 147-летию белорусского города Барановича, где планируют подписать документ. Сегодня у нас пять братских городов. Китайские Тунхуа и Шуань-Яшань, Латвийская Ялгова, Американский Анкоридж, Болгарская Зладица. Новые международные связи с Беларусью повысят инвестиционную привлекательность в колымской столице, сообщает пресс-служба мэрии. Способствует развитию туристического и культурного обмена, торговли. Уже заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве между мэрией Магадана и предприятием БелАЗ. На территории города будет создан технопарк, где планируют обслуживать технику автомобильного завода. Организуют также учебный центр по подготовке специалистов и ремонтную базу для обслуживания оборудования. Технопарк даст городу около 50 рабочих мест. Одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества с Беларусью – это технологии строительства частных бюджетных домов. В ходе посещения Барановичей подписания соглашения я планирую посетить такие предприятия и попытаться втащить их сюда, на магаданский рынок, с тем, чтобы они предлагали свою продукцию. Барановича входит десятку крупных городов Беларуси и до столицы республики 140 километров, а до Бреста границы с Польшей – 205. Сегодня в городе функционируют более 40 предприятий лёгкой и тяжёлой пищевой, деревообрабатывающей и химической промышленности. Работают заводы по производству станков, автоматизированных линий, торгового оборудования, бытовой химии. Есть обувная, мебельная, швейная фабрики. В Барановичах проживает более 180 тысяч человек. Проект «Интерактивная карта ГУЛАГа» показывает все исправительно-трудовые лагеря, действовавшие в стране от Балтийского моря и Крыма до Чукотки и Сахалина, сообщает единый сервисно-информационный портал о Дальнем Востоке. На карте можно изучить не только географию лагерей, но и проследить за их историей, узнать количество заключённых, специфику работ, а также уровень смертности. Проект создан Музеем истории ГУЛАГа и Фондом памяти. Карта отражает, как система ГУЛАГ зарождалась, постепенно набирала силу, достигла пика во время Великой Отечественной войны, а к 60-му году пошла на спад. Управление Сев-Восток-Лага располагалось в Магадане. Основной задачей лагеря была добыча полезных ископаемых – золота, олова, вольфрама, урана, кобальта, угля. Однако узники лагеря также занимались сельским хозяйством – строительством автомобильных дорог, промышленных и гражданских объектов. Максимальная численность заключённых, содержавшихся в лагере, была зафиксирована в 1940 году – 190 тысяч человек. На каторжных работах Государственного треста «Дальстрой», где работали 850 тысяч заключённых, умерли более 120 тысяч. Интерактивная карта будет пополняться новыми данными, фотографиями и документами. Магаданцы открыли велосипедный сезон. Любители проехали первые в этом году 60 километров по Колымской трассе. Традиционный весенний маршрут – от площади Магаданской до Снежной долины и обратно. Группа из 50 человек объединилась 12 лет назад. С тех пор встречаются каждые выходные. В прошлом году проложили два новых маршрута – до села Гадля и к озеру Гранд. Большие расстояния преодолевают за сутки, но бывает выбивается из графика. У нас есть договорённость, кто-то едет к последним, который за этим всем делом следит. И если на крайний случай, он останавливается и помогает. И, соответственно, он предупредит всех остальных. Они могут либо продолжить путь, либо остановиться. В ближайшую субботу группа велосипедистов отправится в село Гадля. Приглашает всех желающих. Собирается в полдень на площади Магаданской. С собой в путешествии советуют прихватить термос с чаем и бутерброды. Полемика вокруг гаражей возникла сегодня в Магаданской городской думе на заседании комиссии по вопросам градостроительства, ЖКХ и экологии. Депутаты рассмотрели проект, который должен был определить правила установки мобильных гаражей. Предлагалось устанавливать их на расстоянии от 15 до 100 метров от жилых зданий. Владельцу при этом было необходимо благоустроить территорию. Качественное твердое дорожное покрытие, освещение, урны. Возможно ли для собственника этого гаража исполнить требования по осуществлению благоустройства? Твердое покрытие. Оно не предусматривалось. Не сказано, что это обязательно асфальтовое покрытие. А освещение у нас, согласитесь, что те гаражи, которые у нас установлены на территории города, они практически все обеспечены осветительными приборами. По словам депутатов, документ затрагивает интересы сотен магаданцев. Поэтому проект завернули и отправили на доработку в департамент САТЭК. Его рассмотрят повторно на следующем заседании комиссии Магадана. Колымские звездочки подтвердили звание народного ансамбля. На показательном выступлении артисты представили жюри концерт «Душа моя Россия». Коллектив академического народного танца – преемник творческого коллектива Магаданского центра культуры, который был создан 75 лет назад. Последние 15 лет колымскими звездочками руководила заслуженный работник культуры России Лидия Петрова. Полгода назад она передала молодежь в руки своих выпускников-хореографов – Анастасии Шумковой и Андрею Рудаксу. Интересные находки, как специалисты-хореографы это отмечают. Интересно смотрелся мужской класс. Артистизм сольных номеров и новое видение, как бы я сказала. Ну и приятно удивило, конечно, набор младшую группу. Малыши тоже были хороши. Поэтому однозначно мнение комиссии было звание народной подтвердить. В колымских звездочках 40 танцоров. Самым младшим всего три года. Каждые три года коллектив сдает экзамен. Итоговая программа должна быть новой на две трети. Главные требования – системные концертные выступления и стабильный коллектив в ансамбле. Центр Магадана. Первый проезд Горького-6. Сегодня собрал три пожарных машины службы скорой помощи, спасателей и толпу зевак. Мобильный репортер воспользовался случаем, снял ролик и выяснил подробности происшествия. В подъезде жилого дома кто-то кинул окурок. Загорелся мусор. Сильное задымление вызвало волнение у жильцов. Вызвали пожарных. Поскольку вызов поступил к жилому дому, оперативно прибыли все экстренные службы. Происшествие было исчерпано в течение пяти минут. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. За ролик, вышедший в эфир, автор получит 100 рублей на счет телефона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!